А у нас с вами остался еще один фрагмент, который подготовит нас к последующим судам. Прежде всего, необходимо Богу было показать свою праведность, то, что и в судах он будет праведным. Бог не пытается удовлетворить требованиям нашей праведности, он удовлетворяет требованиям собственной праведности. И начиная с пятой главы книги Откровения, здесь мы встречаем вопрос, который записан во втором стихе. Вот этот вопрос. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? А в первом стихе описывается, что это за книга. Это не просто какая-то книга, а конкретная книга в английском языке, это свиток. Если свиток был написан только с одной стороны, только внутри, то означалось, что это был свиток на продажу, как вот, например, книги продают. А если же рукопись была, или свиток был написан и внутри, и снаружи, и потом запечатан, то это в Римской империи была последняя воля человека. Это как наследство, так таким образом оформлялось, последнее желание. И вот для того, чтобы снять вот эту вот печать и узнать ту информацию, которая в свитке была написана, необходимо было быть получателем этого свитка, то есть он должен был быть адресован этому человеку. И поэтому здесь и задается такой вопрос, кто же достоин раскрыть эту книгу, открыть этот свиток? А есть ли вообще кто-нибудь, кто достоин открыть эту книгу, в которой говорится книгу суда? И тот, кто сможет открыть этот свиток, эту книгу, он должен был соответствовать всем требованиям или всем аспектам Божьей праведности. Интересно, что вот это вот слово достоин в оригинале переводится как тяжел, кто достаточно тяжел или можно сказать весом, кто имеет вес. Я знаю, что вот классическая борьба и вообще борьба достаточно распространенная вид спорта в России. Как бывает такое, что вот кто-нибудь из легкой весовой категории борется на ковре, встречается на ковре с тем, кто из тяжелой весовой категории? Или так нельзя? Почему нет? А что такого? Почему вот из легкой категории не подходит человек? Ну, и в абсолютной категории там может. По весу не подходит. Недостаточно тяжел, так скажем. He's not heavy enough. Yeah, he's not worthy. То есть можно сказать, он недостоин, да, тяжелой категории весовой, то есть не хватает веса. Когда я учился в школе, я занимался борьбой. And I weighed, I wasn't quite as heavy as I am now. Я не такой был тяжелый, как сейчас. То есть весовая категория была другая. But I had a man, another person on my team, who weighed twice as much as I do. And I had a man, another person on my team, who weighed twice as much as I do. So the question is, who is heavy enough to fulfill God's right to serve? Можно вот так вот буквально тогда перевести, у кого достаточно веса, чтобы соответствовать Божьей праведности? Потому что вот эта вот личность, которая могла бы открыть вот эту книгу запечатанную, должна была удовлетворить целый ряд, соответствовать целому ряду Божьих требований о праведности, такого бы никого не нашлось. Что же требует Бог? Бог должен судить грех, потому что Он свят. То есть Он не может просто отмахнуться от греха. Бог требует наказания за грех, потому что Он праведен. А если Он прощает эти грехи, все равно какая-то плата должна за эти грехи быть заплачена, кто-то должен быть наказан. Но Бог также предлагает заплатить за грех, потому что Он милосердный. Книга, которая описана в первом стихе, в римской культуре была последней волей или завещанием, которую мог открыть только уполномоченное лицо. во втором стихе мы с вами видим, что использовано это слово «достоин». и мы с вами сейчас увидим, что вот этот свиток или эта книга – это символ суда. Другими словами, тот, кто достоин открыть эту книгу, должен быть достойным судьей и спасителем одновременно. То есть он должен достойно и судить, и спасать. Это удивительное утверждение. Однако, не тот, кто сидел на престоле, должен был открывать этот свиток, эту книгу. Кто-то другой должен был открыть ее. Это должен был быть тот, кто уже заплатил плату за грех. Теперь посмотрите пятый стих. До этого Иоанн плакал, и ему говорит один из старцев «Не плачь». «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Интересно, что здесь используются именно эти слова для того, чтобы описать того, кто достоин. Что здесь говорится о том, кто действительно достоин открыть эту книгу? Что это за личность? Что это за существо? Кого описывают вот эти вот слова? Да, это описание Иисуса Христа, но какие вот качества, какие характеристики Иисуса Христа здесь описаны? Вот посредством хьюмэн. Да, совершенно верно. Человеческий Бог. Бог не человек, Бог Отец, а Иисус Христос, он как Бог, так и человек. И вот кроме того, что в четвертой главе говорилось о достоинстве, и о достоинстве Бога Отеца, в пятой главе мы видим, что достоин еще кто-то, Иисус Христос. Он Бог, который воплотился и стал человеком. И мы это с вами видим, потому что у него родословие человеческое. Написано, да, что он от колена Иудина, корень Давида, потомок Давида. Для того, чтобы отождествить себя с людьми, ему необходимо было быть одним из них. То есть он должен был стать человеком. Now we are going to find here in verse 6 the most common name given for Jesus in the book of Revelation. Далее в 6 стихе мы с вами увидим то слово, которое чаще всего используется по отношению к Иисусу Христу в книге Откровения. 6 стих. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь Духов Божьих, посланных во всю землю. Итак, слово, которое чаще всего используется в качестве имени или в качестве описания Иисуса Христа в книге Откровения, это выражение Агнец, как бы закланный. И вот слово, которое здесь использовано, закланный, оно буквально означает перерезать горло. То есть убить, казнить. Однако в данном случае мы видим, что вот это символ чести, почести для Иисуса Христа. А почему же он был убит? В 9 стихе как раз приводится замысел, совершенно очевидный. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. То есть вот почему он достоин. Он достоин судить, потому что он был убит, он был заклан. И своей смертью он искупил людей для Бога. И это вот совершенное основание для его достоинства. И так мы прослеживаем следующую цепочку. Это Бог, который пришел воплоти, стал человеком. С какой целью? Чтобы спасти людей. Но также мы видим, что этот Агнец, это божественная личность. Откуда мы делаем этот вывод? Посмотрите на восьмой стих. И прочитаем. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Двадцать четыре старца и четыре животных, они не падают перед каждым, кого видят. А если бы они Сашу увидели или бы Андрея увидели, то они не стали бы перед вами падать. Они падают только перед теми личностями, которые достойны их поклонения и хвалы. А в четвертой главе мы с вами читали о том, что они пали пред Богом. А в пятой главе мы читаем о том, что они пали перед Агнцем, перед Бога-человеком. То есть это происходит только в присутствии Божественной Личности. Обратите внимание теперь на седьмой стих. Седьмой стих. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Обратите внимание на то, что сидящий на престоле не дал ему книгу, а он ее взял у него. Он был совершенно уверен и убежден в том, что он был достоин взять эту книгу. Это было достоин для него. Он был уполномочен на лицо ее взять. То есть он мог ее взять. Итак, мы с вами увидели то, что Бог вполне удовлетворен достоинством Иисуса Христа. И достоинство Иисуса Христа отвечает требованиям Бога. Он достоин судить, потому что он достоин быть спасителем. Итак, мы с вами повторяем эту мысль снова, что Бог удовлетворяет требования собственной праведности. И вот в пятой главе, как в продолжении четвертой главы, он снова просто подчеркивает свое право судить. Вначале он говорил о том, что я вас сотворил, вы согрешили против меня. А я послал своего сына, чтобы он умер вместо вас. Он понес на себе наказание за ваш грех. Он достоин судить вас. А если вы принимаете его, то вы получаете его прощение. И тогда становитесь моими детьми. Если вы отвергаете меня, то вас ожидает суд. И вот начиная с 9 стиха до конца пятой главы мы с вами видим хвалу, восхваление Агнца. Итак, мы с вами делаем следующие выводы. Мы увидели, что Иисус Христос достойен для того, чтобы открывать Божьи истины. Он был достоин и способен заплатить за грехи человечества. И так же теперь мы видим, что он достоин и судить. двенадцатый стих. И мне бы хотелось, чтобы вы все вместе хором прочитали вот именно слова, которые здесь написаны, начиная со слова достоин. Двенадцатый стих, достойный Агнец. Это слова песни. Все вместе, да? Три-четыре. Спасибо. Это прекрасное утверждение или заявление, которое все мы с вами делаем. А если мы уверовали в этого Агнца, то вот такую хвалу мы возносим ему. Другими словами, мы с вами сейчас только что проявили свое согласие с тем, что творится на небесах. А в этом заключается сущность веры. А вера — это когда мы соглашаемся с тем, что утвердил Бог и с тем, что говорит Бог, что это истина. И вот теперь, когда мы уже перейдем к судам, к наказанию Божьему гневу, то вместе с Богом мы будем постоянно повторять, что ты поступаешь правильно. Эти суды праведные, справедливые. That doesn't mean we will always like them. In fact, we won't like them. Это не означает, что нам будет это все нравиться. На самом деле, нам будет не нравиться то, что там происходит. Billions of people will die. Потому что миллиарды людей погибнут. There will be terrible trouble. Ужасные бедствия. Pain. Боль. And yet, we always have to remember when we find ourselves troubled by what's happening, to come back to chapter 4 and 5. Однако каждый раз, когда вот читая книгу Откровения, уже то, что написано начиная с 6 главы, вы когда сталкиваетесь с таким местом, где вот не нравится вам все это, непонятно вам все это, возвращайтесь в 4-5 главу, чтобы понять, почему. Потому что вот эти две главы это основание, которое заложил Бог для нашего понимания судов. And Satan will say, oh, God is being so unfair, God is being so unjust. And our response needs to be, worthy is the lamb that was slain. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, мы с вами остановились на том, что достоинство Иисуса Христа отвечает требованиям Бога. И в этой книге говорится о суде, но также предлагается избавление от наказания. Поэтому не нужно думать, что откровение это книга только о суде. Это больше книга о спасении. И вот когда я составлял проповеди по книге Откровения, то я пришел к такому выводу, что это, наверное, вот именно в ней заложена благая весть, как нигде в другом месте. Это вот именно книга для евангелизации. Это говорит вам точно, как быть спасенным. Потому что здесь конкретно говорится о спасении. И поэтому наша правильная ответственность к Иисусу поэтому мы должны испытывать полное доверие по отношению к Иисусу. Он творит суд с абсолютной праведностью. И Он избавит нас от суда, если мы согласимся с Богом, что Иисус Христос достоин нашего доверия. Иногда нам кажется, что нам нужно извиняться или оправдываться за Бога, за то, что Он так себя ведет в книге Откровения, оправдываться перед людьми. Однако нам не нужно стыдиться то, что Бог будет гневаться, что Бог будет судить. Потому что это проявление Его абсолютной совершенной праведности. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. ТВ-семинария